Если я сама сказала пока чего, тогда что? Ночью звонка Если управляю чувства в ногах, чего же его из-за тебя? Если ты сама сказала пока чего, когда ждёшь ночью звонка Если отправляешь чувства в ногах, чего тогда ждёшь перед меня? Я от силы тебя раз, но ты снова повторишь Виски-кола в секрет-роме, виски-кола позвонишь Заливаешь о любви, а я скину как всегда Но возможно майонет всё же означает так Больно, ай-яй, мне разбивали сердце, теперь не доверяй, я реляю Дура, ай-яй, мы неплохая пара, но её я прогуляю Если ты сама сказала пока чего, тогда ждёшь ночью звонка Если управляешь чувства в нокаут, чего тогда ждёшь перед меня? Если я сама сказала пока чего, тогда что? Ночью звонка Если управляешь чувства в нокаут, чего же его из-за тебя? Ты холодно, как лёд, а я люблю мороз Из тебя тяну ответом, как на допрос Хочу стереть из памяти, как асфальт кросс Знаю, под капюшоном ты скрываешь слёзы Больно, ай-яй, пусть может я рекрашу, но прошу, не доверяй Ты не моя, хочешь пропаду, только ты не забывай Если ты сама сказала пока чего, тогда ждёшь ночью звонка Если управляешь чувства в нокаут, чего тогда ждёшь перед меня? Если я сама сказала пока чего, тогда что? Ночью звонка Если управляешь чувства в нокаут, чего же его из-за тебя? Может, и люблю, но первый я не позвоню Первый я не позвоню Итак, 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 приветствую, друзья, всем огромнейший привет Сегодня воскресенье, воскресенье Нет, сегодня же воскресенье, да, воскресенье сегодня Сегодня воскресенье, 23 июня И знаете, что сегодня у нас оказывается троица Представляете? Я вот, я не знал, например, да, я же не, там, не знаю Все праздники-то не знаю, да Я же обычно работаю уже всегда в поте лица Или в поте яйца, не знаю, как вам будет лучше это слышать Ну вот, в общем, как бы так 23 июля А почему здесь у нас июль? Или это эти ошиблись? У нас же сейчас июнь Июнь Суть, что ли, сегодня какой-то? Сири, какой сегодня праздник? Сегодня нет праздников Сири, какой сегодня православный праздник? Сегодня нет никаких праздников Сири, какой сегодня православный праздник? Мне жаль вас разочаровывать Сегодня здесь нет праздников Короче, тогда вот я не понимаю Ну, журналисты, ну, чего вы меня так вставляете? Вот сейчас меня какие-то эксперты возьмут, бабушки? Бабушки-эксперты И они скажут, Макс Вот 23 июля По идее, сегодня же 23 июня А написано, что День Святой Троицы История, значение и традиции праздника Ладно, давайте попробуем углубиться на 50 дней назад Что у нас было 50 дней назад? Потому что 23 июня А, здесь уже будет написано июнь А там июля, ладно 23 июня 2024 года Православные христиане будут отмечать Один из важнейших праздников День Святой Троицы Или Пятидесятницу Это праздник Это праздник, который наступает на 50-й день После Пасхи является одним из 12-ти великих церковных праздников Короче, вот как бы так Дата праздника День Святой Троицы Отмечается ровно через 50 дней после Пасхи Троица в 2026 году 23 июня Все правильно? Слушай, а что вы-то в заблужение вводите? Думаю, а тут написано в заголовке 23 июля А, ладно Июнь, июль, да, какая разница, да? Плюс-минус трамвайна остановка Согласна же? Согласна Ладно Пробежимся сегодня по ночному Точнее, по утреннему городу Сегодня, по идее, у нас все хорошо Все прекрасно и все замечательно Короче, Новороссийское шоссе Перекроет в Сочи 23 июня Какие будут неудобства? Там вообще по барабану Новороссийское шоссе Вообще фиолетово Вот я вам серьезно говорю Ну вот серьезно говорю Вот фиолетово Вот видите Берите пример с мужчины Кое-как Но он берет и двигается на велосипеде Красавчик Правильно? Правильно А кто-то из вас сидит сейчас И после похмелья не может восстановиться Вон Да, три колеса Да, одно колесо страховочное сбоку Но он молодец Он красавчик Я вам серьезно говорю Нормальный пример подает Вообще, знаете, как бы Движение Движение Это жизнь Может там спина затекать Ну да Ну это гораздо лучше, чем просто Сидеть дома Бухать И все И ничего не делать Или работать так, как работают у нас гаишники Да, кстати Я же забыл сказать Да ладно, как бы неинтересно Вам же неинтересно Сдал я вчера экзамен или не сдал Ладно, пойдем с вами дальше Пышные, вечно зеленые ветви В Сочи цветет кустарник Который Адам забрал из Ая Ая Рая Который Адам забрал из Рая Нифига себе, да Ну забрал и забрал Думаю, ну ничего страшного там нет Ну а что Ну забрал Имеет право Имеет право забирать Ну в общем, вот как бы так Ну что мы сейчас здесь повернем Проедемся Посмотрим, что здесь у нас Здесь у нас мусор мимо бака Да, кто-то не может нас, да Нормально выкинуть Мусор на макеты в бак Ну бывает Это же у нас это Называется Это же Заречный район А вообще, куда же без этого Ладно В Сочи пройдет фестиваль Народных мастеров Я думаю, блин, что же за такой фестиваль Народных мастеров Начинаю заходить, смотреть А там просто написано Фестиваль народных мастеров И хрен поймешь Что это за народ Кстати, здесь, да, зелень дофига, да Вот классно Были бы здесь новостройки Я бы обязательно вот этот район себе выбрал Для проживания Я бы, клянусь Вот этот район бы выбрал бы Вон там детский садик есть Чмошный, страшный Как бы здесь вот Ну, все хорошо Все хорошо Ну, блин, здесь вот этот старый фонд Где воняет старостью Где воняет Депрессией Где, где, это жесть Вы представляете Ребят Давайте я покажу Посмотрите, да Вот, например, даже вы заходите пройти Вы мимо даже самокатов пройти не сможете Они реально здесь все заполонили Полностью все забито самокатами Это реально жесть Это жесть Это не жесть На нее пороли Здесь за бутылку водки Продают родину Здесь не сражаются за родину А продают ее За местом Под солнцем Уютная Вот так вот Слушай, ну здесь прям хорошо, да, ребят? Единственное, что, блин Здесь вот эти рассадники Вот для этих наркоманов И здесь реально наркоманов очень много У меня как-то жена сюда приехала В этот микрорайон Вместе с тещей Ну и, соответственно, с тещей там Как бы Пока теща там ходила Там непонятно куда Жена здесь потусовалась Говорит, блин, это жесть Говорит, реально, какие наркоманы Конченные падлы Вот как бы так Ну, кстати, везде понавесили Вот эти фиговины Да, как бы у нас Все у нас возмущается Вот такие, да, видите Фиговины понавесили Ну, здесь прям они реально страшно Черненькие, да? Как бы уже все изрисованы Потому что, если, например, мы берем с вами центр Там нет А здесь, конечно, все уже изрисованы Маркерами Конечно, не совсем то, что хотелось бы Не совсем то, что хотелось бы Здесь, конечно, тоже Небезопасно переходить Здесь очень много у нас нарушителей В том числе автомобилистов Которые стоят Вот перед пешеходным переходом Где можно просто И не увидеть Ну, вот здесь Это хороший Вот именно Именно вот есть Скайпарк Ну, как Скайпарк Это Точнее называется Короче, извращенный парк Блин, извращенный парк Как же называется там? Короче Там, где Ваши детишки Могут спокойно Убиваться На велосипедах Либо на Самокатах Не верите? Давайте покажу Вот Видите Такая штука интересная Ну, реально классно И вот здесь Можно там всякие трюки делать Забирать Первых Своих подписчиков Ну, круто Круто Очень круто Ладно Это все у нас О, сейчас здесь Детская площадка хорошая Не, место хорошее Место достаточно хорошее Хотелось бы, чтобы Рядышком были Более-менее нормальные Культурные дома В которых ты мог Себе купить Ту или иную квартиру Здесь тоже, да, у нас Хамов, конечно, у нас Целая куча Да, вот 72-й регион И все, вы заметили Все приезжие, да Судя по машине Видно, что он давно уже стоит Ну, как бы здесь реально Трес Трес Даже Трес Трес Ладно И здесь тоже у нас, да Вот он Тротуар Нет, конечно Многие говорят У нас везде хватает Везде, кстати Почему-то у нас приезжие Ну, да ладно Самое печальное Знаете, что Вот самое печальное Вот самое печальное Что у этого микроволета Парковки есть Или вот, да Например, прямо на пешеходном переходе Поставил 99-й Ему вообще по барабану Фиолетово Вот Классе он хотел Да Ладно Ползнем с вами дальше В Канцентарском крае Начался фестиваль Молодежных объединений Который называется Нам жить в России Надо патриотизм Надо то Надо все Ну, вот так вот ее работает Нам жить В России Вон, видите Голубей кормит Красавчик Красавчик Ну, ему Зачтется Вот этому Уборщику Да Который убирает за вами Мусор Который вы не можете Нормально В баке попасть Да Ну, ладно Там в корзину нельзя Поймать Да Вы же не Шакил Анил Там Да Как бы Но, чтобы просто Нельзя было попасть В большой бак Маленьким пакетом Это просто бред какой-то Посмотрите Что самое интересное Сегодня Воскресенье Вот здесь, например Вот видите Вот у нас есть нормальные Парковочные места И вот здесь вы можете Парковаться Парковаться В субботу Воскресенье Можете парковаться Бесплатно Ну, полностью бесплатно И вы видите Сколько парковочных мест Парковочных мест Ультра до хрена Это просто Сейчас начнутся У меня подписчики Будут защищать Тех самых Автохамов Которые паркуются На пешеходных переходах И которые паркуются На Это Да Ну, серьезно Или вот здесь тоже Да Ну, это же Просто жесть Ну, е-мое Ну, ты Как бы Ты должен понимать Что ты Лучше заплатить Штраф 500 рублей Чем лишиться Сейчас на полгода Ну, е-мое Я все прекрасно понимаю Ну, знаете Здесь золотое правило Ну, не можешь Ты позволить Содержать автомобиль Передвигайся На общественном транспорте Как показывает практика На такси передвигаться Гораздо проще И дешевле Чем на своем В своем транспортном средстве Вы заметили Сколько парковок И, наверное, не знают Что в субботу Воскресенье Или это как бы Ну, как бы Можно спокойно парковать Бесплатно Там, не заморачиваться Ничего Места хватает Поэтому сказать, что Макс, ты не прав Просто сначала Обеспечите парковками Ну, вот они Парковки есть А самое печальное Что даже если Парковок будет Целая куча И это Все равно просто У некоторых такое ощущение Как будто прям челлендж Как можно больше Нарушить За маленький промежуток времени Ай, ладно Бесплатные занятия С профессионалами В Сочи В Сочи Учат плаванию В открытом море Блин, ну это классно Я бы тоже поплавал бы В открытом море Потому что Все-таки я плаваю Не так хорошо Не так Как бы, знаете Я плаваю не уверен Нифига Хотелось бы Конечно Научиться плавать Но почему нет Да Почему нет Каждый из нас Нас же что-то хочет Научиться Я тоже хочу Я тоже хочу Хорошо Красиво Профессионально плавать Вдруг я Хочу заниматься Триатлоном Правильно же Ну, всякое разное бывает Тем более У меня там сейчас Мотоциклетный спорт Не закрыт Дорога Здесь тоже, да Красавчик встал Да Просто боженька Да Согласитесь, да Прям боженька просто Встал, так встал Прям, ну реально Круто встал Ну, тут даже Разговоров не может быть Язычники Сатанисты Или шутники В поселке Сочи Обнаружили Ритуальный стол С сырым мясом Еще что-то Так далее Ну, блин У нас в Сочи Разные приезжают У нас Вот, видите же Парковка Да, как люди паркуются Поэтому можно сказать Что разные приезжают К нам приезжают В Сочи Не только талантливые Педагоги Талантливые врачи Ну, серьезно, да Они же приезжают Приезжают Но также, конечно же В Сочи приезжают И те самые И геи И проститутки Вы сейчас Прекрасно видели Как они припарковываются Не только в Острове мечты Но и в других местах Правильно же? Правильно Поэтому всех хватает у нас И сатанистов тоже хватает В Сочи Прошла акция Огненная Картина войны Блин Да вообще даже В слух нельзя Говорить слово Война Да? Ну да ладно Раз написали в СМИ Значит мы тоже скажем Ну, да Вчера же у нас все-таки Был Как бы я хотел сказать Ну, не праздник же был В конце концов Вчера была Да, ты такая Не очень хорошая Встретили водной аркой И подарили сладости Из Сочи В Батуми Вылетел первый рейс Как это мило Как это мило Ну, а что Классно же Классно Дети в опасности Площадка На улице Мира В Адлере Находится В ужасном Состоянии Ну, конечно В ужасном состоянии Находится Ну, а как еще Это же Адлер Это же Адлер, детка Конечно А что вы хотели? Я все прекрасно понимаю Но вы же Как бы должны понимать Что как бы Ну, это Адлер Ночью В Адлере Автобус Столкнулся С поездом Кто пострадал? Короче Поезд Типа две царапины И все Понимаете Вот когда Например В случае аварии Мотоциклиста И автомобилиста Ну, автомобилиста Может быть Какая-нибудь там царапина Ну, мотоциклист Все, кирдык ему Когда авария Между легковым автомобилем И грузовым автомобилем Ну, у грузового автомобиля Просто-напросто царапина Когда Авария между автобусом И электричкой Да, тепловозом Там, или электровозом И так далее То, конечно же У нас тоже Как бы На электровозе Просто маленькая Как вы так стоите Так непонятно Да, вот Нам приходится ехать Через сплошную линию Ладно И все Поэтому, конечно же На каждой На каждую Хитрую жопу есть Что там, как говорится Там Хитрый болт Короче, ладно Бывает такое Значит так В Сочи прошли Памятное возложение К воинским Мемориалам День памяти и скорби День памяти и скорби Ну, круто же Я считаю, очень круто Как бы надо помнить Чтобы этого не повторялось Хотя, кому я говорю У нас уже и так Все повторилось Ладно Ну, кстати Мне же надо позвонить Даже Кстати, сегодня прям хорошо Да, вот так вот Было бы всегда Так, да Прям комфортно Ты проезжаешь От точки А До точки Б До точки Б Согласитесь, да? Прикольно От точки А До точки Б Ну, ты куда там едешь-то С левого ряда Привет Привет Через 15 минут Давай Угу Вы же понимаете Что у нас есть водители Которые вот с утра, да? Ни пробок нет Ничего нет Согласны же? В общем, ничего нет От слова совсем В общем, ничего Ничегошеньки И он все равно С крайней правой полосы Поворачивает налево А это привычка Привычка нарушать Понимаете? Привычка нарушать Ну, скажем Почему ты делаешь Такой большой акцент На водителей? Да обещает меня все Я же вчера Хотя нет, ладно Не буду говорить Хотя вам все равно не интересно Как я вчера сдавал На категорию А Ну, согласны, что мы Категория Э И другие приключения Шурика Категория Э Э Э Э Э Кстати Кстати Ладно Давайте еще пробежимся Посмотрим Да, кстати Сейчас Португалия Португалия У нас что сделал Выиграла у Турции 3-0 Ну, опять же, да Как бы Почему выиграла? Ну, потому что, блин Турция Сама себе забила Ну, я не знаю Турция, какие-то они В последнее время Как-то стали придурками Ну, серьезно Они то себе в ногу стреляют То еще что-нибудь Ну, это непонятно Ну, ладно Португалия и так бы выиграла Без автогола В общем, выиграла Что касается Грузии Грузия сыграла в ничью Мне вообще Грузия по барабану Португалию Почему я вчера Как бы Посмотрел частично Одним глазом Ну, потому что там Играет Один из самых Дорогих И самых богатых Игроков в мире На него есть мысль Равняться Все остальные команды Я не знаю Ну, поэтому Мне по барабану Вот честное слово Говорю Поэтому вот как бы так Ну, что у нас Что у нас интересного Короче Волков Волков У нас Вчера Взял и Нахлобучил Не Волкова На UFC И вышел И вышел У нас Как говорится Знаешь чем Он вышел С российским флагом Вот Волкову Респект И уважение А Некоторые Другие Спортсмены Говорят Вот Просто нам Запрещают Находить с русским флагом Ну, как так-то А? Ребят Ну, как так-то А? Почему Волкову Извиняюсь Почему Волкову С российским флагом Можно А Махачеву Нельзя С российским флагом Почему Волкову С российским флагом Выходить Можно А, например Хабибу Нельзя Почему Волкову Выходить С российским Флагом Можно А всем остальным У нас Нельзя Но при этом При этом Если что Можно Выходить У нас С чем? Правильно можно выходить с флагом чего? кого чего? кому что? правильно говоришь мальчишка можно выходить с флагом Палестины как-то у нас не бьется да? ребятам с Дагестана с флагом Палестины выходить можно но ребятам с Дагестана а Дагестан это Россия на секундочку с российским флагом выходить нельзя ну как так-то? ну серьезно мне объясните в комментариях напишите Макс ты ничего не понимаешь ты реально как бы ты лохопед в этой деле ты ничего не понимаешь ты что нельзя и так далее о нифига себе в какой красивой форме казаки разбойники нифига себе нифига себе прям модники да? кстати это Мамайка утренняя Мамайка не Мамайка я вчера снял обзор про Мамайку я смотрю прям 4 хороших добрых комментария ребят я прям сегодня захотел думаю аж проедусь но еще раз думаю по этому месту нифига себе вы у меня красавцы вы у меня молодцы поддержали меня я вчера там кое-как заснял для вас все это прекрасное там только успевал там как бы подносить ее остывать этот телефон понимаете? ну круто вот как бы так все это понятно в общем Волков молодец красавчик показал да но ты блин взял подставил все сообщество наших спортсменов которые говорят мы не выходим с российским флагом потому что нам запрещает UFC и тому подобное а Волков раз оказывается и оказывается как сказал что оказывается не запрещает серьезно да? оказывается не запрещает представляете себе? как так-то? как так? что у нас какие-то там какие-то поправки что ли? ну вот так да так получается голая девушка разгуливала по пустынным улицам Сочи девушка в костюме Евы разгуливала ночью по одной из улиц центрального района Сочи нетрезвая дама прогуливалась тут за ней опять подорвался нетрезвый ее бухажер и утащил ее в кусты как это мило согласна? согласна как же это мило ай товарища женщина ну что с вами происходит а? я понимаю что в прошлый раз вы там поставили мне там аж семь женщин поставило дизлайки по поводу того ну знаете вы если вы поставили дизлайк за то что я как бы беру и жестко говорю в цвет то что мне нравится то что мне не нравится вы от этого умнее то не становитесь я вам серьезно говорю вы реально умнее не становитесь? язык конечно враг мой я вчера в этом убедился я думаю это никому не интересно но факт остается фактом ну почему если мы возьмем с вами почему 8% всевозможной дичи творят у нас женщины и далеко которые за 35 за 38 то они свои вещи сжигают на вечном огне то там они ходят голые вы заметили что каждый день у нас голая девочка ходит то в Адлере то в Сочи может это конечно одна и та же или например когда устраивает секс втроем на пляже одна девочка и два мальчика ну как так то? ну что не так? что не так во всем этом мире? ну ты считаешь это же это же больше про извращение это же больше про какой-то разгильдяйца а в Сочи Коршень протаранил грузовик авария произошла ночью вот она улица Донская в центральном районе бывает и такое правильно же? правильно ну нифига себе время 8 утра а уже все прутся на вы конечно припарковались как боженька здесь парковаться нельзя здесь же люди ходят а? не стыдно так парковаться? там парковка есть там парковка есть а? не стыдно? вы чмошники конечно блин не стыдно тут с людьми нельзя не разойтись ничего и просто берет ну вот же с левой стороны парковка есть тут реально как бы посмотрите там с детьми идут да? тротуара нет нифига как бы здесь идешь маневрируешь кое-как по этой мамайке да? ну согласитесь да? просто берет в наглую подъехал остановился и все ну ребят ну вот же с левой стороны есть парковка и можно припарковаться при желании я вам серьезно говорю ну было бы желание знаете как говорится желание было бы желание да? кстати видите как бы я не за глаза говорю я мужику я ему в глаза сказал на расстоянии до метра что он чмошник я не сделал там да как бы взял там издалека что-то сказал понимаете? как бы я вот говорю в глаза всегда всем я не говорю за глазами что кто-то там что-то делать правильно я это никогда не делаю говорю в глаза хочешь ну как бы я всегда выйду и все объясню почему ты чмо конченая, вот, со своей женой которая жена еще вмешивается, я говорю мужику еще жена вмешивается вот, припарковались, да ну, классно, ну, что могу сказать классно, ладно, ползнем с вами дальше, воитель УАЗа подделал путевки, катал туристов на неисправной машине ну, каршеринг каршеринг, да, ну, давай давай, давай, припаркуйся, каршеринг давай, давай слушайте, ну, 8 утра и уже задница, да это, конечно, не есть хорошо конечно, задница не передница, да задница же у нас не передница но все равно кстати, с утра фазотрон уже у нас работает уже все хорошо прекрасно, нет, конечно, Мамайка сейчас пользуется спросом, потому что в Мамайке есть хороший тот сам пляж здесь, конечно же, проехать будет категория невозможного поэтому я себе микрорайон Мамайка не выбрал, да, есть определенные минусы в микрорайоне Мамайка, однозначно есть минусы Ну а куда деваться? Везде есть Это минусы откуда? Это наш человеческий фактор Это же не просто Господь Бог взял и расстрелял машины В хаотичном порядке На тротуарах, на переходах Еще где-нибудь Везде где-то знаки стоят, что остановка запрещена Понимаете? Вот так вот В Сочи недобросовестных застройщиков Доскали 886 миллионов рублей А мотоциклист вчера пострадал В ДТП в Сириусе Ну а еще бывает такое Вот может меня боженька пытается Уберечь, а ребят Может меня боженька пытается уберечь От мотоцикла Короче Я вчера Пошел сдавать экзамен Экзамен на категорию А Наверное многие из вас уже видели Мои репетиции, как я что прохожу И так далее, но все говорят, что я Делаю упражнения лучше всех Ну во всяком случае так инструктора говорят И зеваки, которые смотрят Да, у меня как бы нормально все Быстро скоростное манилирование проходит Все, я делаю прям очень хорошо Все делаю уверенно, нормально и так далее Ну да ладно Короче Даже вчера не стал я брать камеру Ну как, думаю, ну что там снимать Думаю, сейчас быстренько сдам Да и все Думаю, ну что там снимать Еще такая жара Думаю, даже не хотелось Тут я подхожу Экзамен в час Подхожу к часу И тут раз Короче И тут Смотрю, девочка Репетирует На этом мотоцикле На котором я тоже должен сдавать На этом китайце Очередном На который я Переключился после первой Неудачной сдачи Ну и все И что-то у нее раз Заглохло И не заводится Ну я подошел Тоже попробовал завести Не завелось Ну ладно, бывает такое Инсурс приходит Говорит Короче Мотоцикл Говорит Ночью сломался Но я Говорит Сука Говорит Крутой Понятно Говорит И я взял Говорит И говорит Из двух мотоциклов Из двух китайцев Собрал одного китайца Короче Из двух китайцев Я собрал одного китайца Представляете себе Ну и все Все в таком духе Из двух китайцев собрал одного китайца. В общем, в общем, как получилось? Я думал, ну ладно. Какая процедура? Ты берешь, подходишь с паспортом, я, фамилия, имя, отчество, вступаю в ряды коммунистической организации имени Владимира Ильича Ленина. Клянусь перед... А, блин, это не другое. Короче, но все равно ты подходишь с паспортом, берешь, представляешься, там, статья, там, тоже другое, да. Короче, ты берешь, и все. Тут потом, соответственно, когда распознали твои морды, лица, там уже видеофиксация уже идет, все, ты берешь, ну, во всяком случае, я там одеваю подшлемник, одеваю шлем, перчатки, сажусь на мотоцикл, и левой рукой показываешь, что ты готов, готов к труду и обороне. После, после того, как гаишник тебе говорит слово, приступайте, у тебя дается 30 секунд на то, чтобы ты начал выполнять упражнение. Соответственно, у тебя твое колесо переднее должно переехать за первую черточку, такое, перед восьмеркой. Это первое упражнение восьмерка. И, соответственно, ты берешься и выполняешь. Там никакого времени нет, никакого ограничения нет. У тебя есть только в начале 30 секунд, когда ты должен завести мотоцикл и начать. Если ты, например, не застегнул шлем, там, или, например, ты, например, не начал выполнять упражнение, то все. Как бы, если не начал выполнять упражнение, то за 30 секунд, да, там, не знаю, там, может, отвлекся, там, поговорить по телефону, там, или еще что-нибудь. То все. Ты не сдал. Второй попытке не дается. Все. Как бы это строго, все. Ты должен, как бы, уложиться в 30 секунд. Соответственно, я беру, сажусь на мотоцикл, все, поднял руку, все хорошо. Начинаю заводить. Он не заводится. Чтобы вы понимали, что такое завести мотоцикл. Это не значит, что ты там должен стоять, там, с кикстартера, там, заводить и так далее, там, да, как раньше были в мотоциклах. Нет. Так же, как на машине. Ты берешь спокойно и все. Ты берешь, как бы, ключ провернул, нажал пипку вниз на руле, и просто там флажочек такой, раз, и оно заводится. Электростартер такой, раз, и заводится. Ну, как бы, я скажу так, вот ребенок трехлетний заведет, даже двухлетний ребенок заведет, даже, даже годовалый ребенок заведет. Но Максим не завел за 30 минут. Ну, серьезно говорю. Ой, за 30 секунд, извиняюсь, за 30 минут. Хотя и за 30 минут, наверное, то же самое было бы. Все, не заводится. Ну, не заводится. Я чувствую, маслает, ну, нифига. Я взял с зажиганием, выключил, да, на всякий случай думал, что можно, говорит, глюки и так далее. Опять беру, как бы зажигание провернул, все поставил. Ну, не заводится. Тут гаичник мне говорит, ты не сдал. А я еще даже, даже не стал выполнять упражнение восьмерку, да. Просто 30 секунд прошло, и я не сдал. Ну, бывает же такое? Бывает. Тут, соответственно, подрывается у нас инструктор, который перебрал мотоцикл, и пытается завести ее сам. Ну, мотоцикл, да. Он заводит, но не заводится. Но я же понимаю, что, наверное, как бы надо, как бы сесть на мотоцикл по волшебному, чтобы я беру, уступаю ему место. Серьезно говорю, я уступаю ему место. Уступаю. Я говорю, давай, говорю, ну, и он, хоп, вот пробует завести, не получается. Потом, соответственно, все-таки заводится с кикстартером. Это помните, как раньше мы Урал заводили? Дрын-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Вот так вот заводится. Ну, а толку, как говорится, нет, потому что гаищник говорит, нужно заводить, мы живем в 21 веке, какой, говорит, жопа кикстартер, говорит. Все. Ну, в таком духе. Я говорю, ну, пускай он заведен и будет, я выполню это упражнение, восьмерку. И эту восьмерку, блин, одной рукой делают, как бы, ну, как бы там, вообще проблем нету. Он говорит, нифига, говорит, нифига. Короче, говорит, все, мотоцикл не готов, все, иди в жопу мне, Я говорю, давайте на другом мотоцикле. Он говорит, ну, ладно, говорит. Я беру этот скрамблер, на котором я завалился, у которого нифига нет холостых оборотов, который, вот, я беру этот мотоцикл, он хотя бы завелся, начинаю делать восьмерку, а когда у тебя не работает, не работает холостые нормально, В 7-ке, мало того, что по идее 8-ка как проходится, ты берешь, включил первую передачу, задним тормозом немножко берешь, координируешь и делаешь. А здесь получается, мало того, что ты находишься в серой зоне сцепления, когда там сцепление немножко, ты делаешь газ, чтобы она хотя бы немножко ехала, и еще ты должен задним тормозом еще как-то мудриться тормозить, потому что мотоцикл падла глохнет. понимаете, мотоцикл, падла глохнет, ну и в общем, вот как бы так у нас все и оказалось, в итоге получается он у меня все-таки заглох, ну все ну, короче, я подъезжаю не хотя я готовился на другом мотоцикле, ну, поверьте мне на слово на мотоцикле, один мотоцикл от другого мотоцикла отличается очень жестко и как бы здесь это ну, в общем, гаишник мне говорит, там, когда ты не сдал ты должен расписаться, что ты не сдал ты должен расписаться, у меня это уже опыт есть, я уже там на опыте и он мне говорит, там человек 50, наверное, там целая куча инструкторов разные мотоциклы, штук 10 разных мотошкол и так далее, там, потому что одновременно ни одной мотошкол принимается, а там вот 10 мотошкол, и вот эти 10 у каждой мотошколе, например, там по 5, по 6 человек, там, и разные мотоциклы все, ну и в общем что происходит происходит то короче не буду я говорить, что происходит потому, что я вчера снял на эмоциях видеоролик где, там, я это все рассказал не буду говорить, что происходит когда гаишник меня просит расписаться не буду говорить, потому что, ну, как бы не очень хорошо получилось даже не то, что не очень хорошо, но так вот, это будет в другом видеоролике правильно же? Правильно ну, факт остается фактом в сухом остатке я не сдам все, поэтому я думаю, может поставить мотоцикл сегодня на продажу ну, а что, почему нет, да? может реально поставить мотоцикл на продажу потому что, сами понимаете ну, как бы после всего этого прекрасного что получилось что произошло после всего этого прекрасного я думаю, что вряд ли теперь мне будут права потому что я спойлерну я просто и гаишнику и всем остальным я в цвет вот, как мужику сейчас не за спиной там, как-то, да? как вот у вас некоторые там комментаторы которые там за спиной там могут тебе что-то договорить а когда в глаза они хоп сразу и язык в жопу засовывают понимаете? не как там некоторые блогеры, да? которые вроде бы за спиной там тебе там там что-то там такие все бравые, крутые а потом, когда ты берешь и оказываешься лицом-лицу почему-то сразу делают вид, что как будто сразу меняют траекторию и все и боятся даже глазами пересечься потому что, наверное, я же спрошу думаю что же такое-то ты говорил-то правильно же? и почему-то такое есть ну я в глаза гаичнику при всех сказал кто он что он и так далее и почему такой бардак сделали но это в другом видеоролике не хочу я сейчас на это делать акценты все-таки у нас же утро должно быть позитивное правильно же? правильно в общем позитивное утром я думаю что мне лучше такого интересного сделать сегодня поедем на Красную Поляну с женой съездим немножко там потусим жестко люто правильно же? правильно ну и в общем вот как бы так ну а мы что в Сочи уже половина девятого утра за бортом уже плюс двадцать пять градусов как видите уже с утра у нас уже очень много людей людей которые у нас тусуются жестко правильно же? правильно вот как бы так короче что-то меня боженька отводит от мотоцикла наверное не хочет чтобы я там как-нибудь в один раз где-то разложился и кто же вам будет с утра поднимать настроение утренним новостным блоком а? кто будет вам поднимать настроение? ну не знаю да? а нифига себе таксист через сплошную обгоняет я думаю нифига себе думаю случайно что ли оно кажется через сплошную обгоняло думаю ну нифига себе обалдеть да? нифига себе ну да ладно все ребят вам всем прекраснейше настроение побольше позитива и вам всем добра бобра и пока вот как бы так пока